Счастье Мы думаем о счастье как о каком-то ресурсе или некоем достижении. Нет. Когда жизнь происходит легко, когда вы обретаете легкость, счастье становится естественным следствием. Что значит «обрасти легкость»? На это можно взглянуть по-разному. Я уже не могу сказать «загляните внутрь». Вы поставили передо мной такое условие. Правда ли, что сегодня даже медицина подтверждает, что в основе всего человеческого опыта лежит химия? То, что вы называете умиротворением – это один вид химии, счастье – другой вид химии, радость – еще один, страдания – тоже, у тоски – своя химия, у экстаза – своя. В основе любого человеческого опыта лежит химия. Иными словами, вы очень сложный химический суп. Вопрос только в том, прекрасный вы суп или скверный. Если вы прекрасный суп, тогда вы хороши на вкус. Не для кого-то, а для самих себя. Когда вы очень вкусны для себя, если сейчас вам очень приятно в своей компании, потому что суп прекрасный, тогда люди скажут, что вы счастливы. Если вы станете очень приятными, люди назовут вас радостными. Если вы станете невероятно приятными, они скажут, что вы в экстазе. Говоря простым и понятным для всех языком, ваша химия должна быть изменена. Есть целая технология, с помощью которой мы можем создать такую химию, какую хотим. Если я научу вас создавать внутри себя химию блаженства, то сама ваша химия будет в блаженстве, и вы будете в блаженстве. В состоянии блаженства вы больше не будете гнаться за счастьем. Это главная ошибка. Вы находитесь в поисках счастья. Ваша жизнь должна стать выражением радости. Если ваша жизнь является выражением вашего опыта, тогда то, что вы делаете или не делаете, не определит качество вашей жизни. То, какое вы внутри себя, определяет качество вашей жизни. Прошу прощения, я снова сказал «внутри», но химия не внутри, она все еще снаружи вас. Если вы знаете, как приготовить правильный суп, тогда быть радостным уже не сложно. Радость — естественное следствие такого супа. Мы можем обучить вас технологии и методологии, которые помогут вам понять, как приготовить правильный суп внутри себя. Это я и называю внутренней инженерией, когда вы выстраиваете свою химию так, что находитесь в блаженстве сами по себе, а не из-за чего-то. Если вы считаете, что сможете выжить счастье из чего-то или из кого-то, вы разочаруетесь, потому что никакие усилия не увенчаются успехом, пока внутри вас нет химии блаженства. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода